Близится самая приятная пора года. Тёплое лето, лучшее время для отдыха. Теперь не нужно откладывать и копить на премиум танки. Они доступны всем в кейсах на Крэйзи Вод. От малыша Тесу 27 до гиганта Лёве. Прям от одного дня до 365. На сайте всегда, кроме привычных танков, можно встретить и актуальные премиум машины. А для всех подписчиков действует промокод на плюс 15% к пополнению. Пополнившие от 299 рублей получат кейс в подарок. Всем привет, друзья. Разработчики заанонсировали новую ветку в игре. Это польские средние танки. У нас есть целая ветка тяжей на конце, у которой 60 ТП. И вот наконец появляется новая история. Начнутся они с пятого уровня, то есть это будет пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И будет еще премиумный танк. И пока информации нет, ориентировочно это все появится, может быть, ближе к осени. Это может быть следующий патч в игре или через патч. Что-то вот такое вот. И здесь пока все очень сыренько. Есть пока сейчас на настоящий момент видео, да, где разработчики рассказывают о формате дневников, как оно что происходит. И небольшое описание топового танка. А топовый танк оказывается очень интересным. Давайте познакомимся с этим всем делом. В декабре на стриме года игроки World of Tanks узнали, что ведется работа над двумя новыми ветками танков. Одна из них итальянская, другая осталась в секрете. Пришло время сорвать покровы и объявить, что уже совсем скоро в игру ворвется крылатая кавалерия. Польские средние танки. Крылатая, почему-то. Хотя крылатого там, признаться. Немного истории. После Второй мировой войны Польша, будучи в составе организации Варшавского договора, была страной европейской. В этом смысле неудивительно, что и в польском танкостроении той поры, и в машинах новой ветки, можно проследить не только влияние передового советского опыта, но также изучение бронетанковой техники вермахта. Влияние советской школы танкостроения заметно в конструкции танка ЦС-44. Сварная башня простой формы. Решение технологичное и дешёвое в производстве. У достаточно прогрессивной ходовой части также можно усмотреть советские корни, а вот бортовые экраны — явное осмысление опыта вермахта по итогам Второй мировой. Наличие кормовой ниши у ЦС-53 указывает на осведомлённость польских конструкторов в деталях западной школы танкостроения. Однако следует подчеркнуть, что польское танкостроение той поры развивалось совершенно самостоятельно. Интеграция технических решений с обеих сторон железного занавеса шла рука об руку с новаторскими разработками. И речь не только об арсенале польских орудий, в основе которых зенитные и танковые пушки, но и о нюансах ходовой. Например, к уменьшению размера опорных катков, как у ЦС-63, в Советском Союзе придут заметно позже. Достаточного количества средних танков для построения целостной ветки в Польше в тот период не было. Впрочем, до нас дошли чертежи и наброски возможных машин. Соблюдая инженерную логику и применяя известные решения польских конструкторов, мы воплотили машины в игре. Планируется, что в игре ветка новых средних танков Польши будет состоять из шести машин — с пятого по десятый уровень. Их будет дополнять премиумная восьмёрка. Переход к новичкам будет начинаться с 14 ТП на четвёртом уровне. Настройка характеристик новой техники будет длиться ещё какое-то время. Но сейчас уже можно говорить о концептуальном видении польских СТ. Пятый уровень. Первая машина новой ветки — ДСПЗ Инж-1 пятого уровня. Аван-проект среднего танка, работы над которым велись в конце 30-х годов прошлого века, но были прерваны вторжением немецкой армии в Польшу. В нём продолжаются идеи, заложенные в 14 ТП, но уже проявляются очертания среднего танка. Это отражается на его поведении. В отличие от машин ветки тяжей с хорошим бронированием, новые средние танки будут быстрее и манёвреннее. Шестой уровень. Машина на шестом уровне носит удивительное для танков название «Буги». Выглядит именно так, как может выглядеть танк с таким броским именем. Концептуально похож на 25 ТП «Ксус-2». Средний танк без характерных достоинств, но и без явных недостатков. Да какой-то «Бургер» наверняка его игроки назовут, потому что это две булочки с котлеткой. На седьмом уровне без экспериментов. Как в названии, так и в поведении машины. «ЦС-44» — полностью сформированный польский средний танк в плане характеристик и манеры игры. Топовое 100-мм орудие с хорошими углами склонения позволяет машине вальяжно чувствовать себя на любом рельефе. 100-мм в игре у нас обычно примерно 250 альфы. То есть он очень будет похож на какие-то китайские СТ-7. Ну или может быть на какие-то аналоги с большой альфой. То есть большая альфа — это как правило что? Все остальное плохое. Плохие углы. В смысле углы хорошие как раз у поляка будут. А вот видимо сведение там, вот это вот все, точность. Можно стрелять, не показывая весь корпус и находиться в относительной безопасности. Восьмой уровень. В данный момент идёт работа над двумя польскими средними танками восьмого уровня. Потенциально одна машина попадёт в дерево исследования, другая станет премиум танком. В силуэте ЦС-52 угадывается советская 44-ка. И это не случайно. Поляки в начале 50-х при проектировании машин вдохновлялись наработками коллег из СССР. ЦС-52, как и танки уровнем выше, имеют небольшую высоту и хорошие углы склонения орудия. Это машина поддержки, которая способна помочь союзникам на любом направлении, особенно если там найдутся складки местности. Другая восьмёрка носит название ЦС-53. Это авантпроект танка родом из ранних 50-х. Во время проектирования машины поляки ориентировались на технические и компоновочные решения, принятые в новых на тот момент серийных советских танках Т-54. Но и собственных идей в проекте было достаточно, чтобы машина выглядела и действовала в бою по-своему. Во многом дело в орудии. Польская 100-мм пушка наносит неплохой урон. А хорошие углы склонения вниз позволяют ЦС-53 закрепиться на таких позициях, которые Т-54 будут недоступны. Забавно, да, типа, мы сделали один танк премиумный, а другой прокачиваемый, какой пока ещё не решили. Хотя совершенно чётко видно, что для премиумной польской 44 уже готова HD-модель, да, во всех этих складочках, деталях. И такая сырая синяя модель для прокачиваемой 108 разработчики. Ну, кого вы обманываете? Всё же решено. Естественно, что игроку будет прикольнее купить танк, да, который польская 44. Конечно, я хочу её. Зачем не какой-то там ноунейм синего цвета? Ой, камон, такие игры прям с детьми. Какая из двух машин станет прокачиваемой, а какая премиум будет известна по итогам тестов. Да-да-да. Девятый уровень. Танк девятого уровня CS-59. По сути, это качественное развитие идей предыдущей машины. Чуть крепче броня. Топовое орудие большего калибра и более комфортные УВНы. Десятый уровень. Вершина польской инженерной мысли — машина десятого уровня CS-63. Проект 60-х годов. Сварной корпус, летая башня оригинальной конфигурации, газотурбинный двигатель. Словом, пересечений с советскими аналогами не так уж и много. По предварительным настройкам у CS-63 будет хорошее лобовое бронирование башни и углы вертикальной наводки в минус 8. Это позволит эффективно играть от естественных укрытий и даст возможность проявить себя там, где многие одноклассники не смогут. Но кое-что выделяет CS-63 на фоне собратьев — газотурбинный двигатель. На его основе мы сейчас продумываем нестандартную механику для топовой машины ветки. Мы будем тестировать потенциальную работу двигателя в двух разных режимах — стандартном и скоростном. Как это будет выглядеть? В первом случае CS-63 ведёт себя как рядовой средний танк с обычными характеристиками. Но стоит переключить режим двигателя, как его мощность возрастает. У машины повышается максимальная скорость, улучшается динамика разгона. Одновременно с этим заметно ухудшаются стабилизация и сведение. Стрельба в такой ситуации будет малоэффективна. Вдобавок прорабатывается вариант снижения маскировки в скоростном режиме. Также в этом режиме мы хотим исключить влияние на танк оборудования, снаряжения и навыков экипажа. Для того, чтобы уравновесить получаемую выгоду и недостатки. На данный момент планируется, что переключение режимов будет происходить по нажатию кнопки. Этот процесс возможен только при полной остановке машины и занимает какое-то время. В смысле? А зачем восстанавливать? А колёсников можно так же колёсником сделать? Будет круто. Я просто не очень понял логики. Рассказывают про то, что ты в скоростном режиме будешь весь косой, кривой, без маскировки мозгов и рук. И чтобы её избежать, тебе нужно приехать в какой-то сейвик, остановиться и две секунды ждать. Почему нельзя это сделать? Ну как бы как на колёсниках. Или колёсников понерфить. При этом переключать принцип работы двигателя можно сколько угодно раз в течение боя. И никаких негативных эффектов на сам двигатель или ходовую скоростной режим не будет оказывать. Это не расходник, а встроенная возможность CS-63. Выбрать подходящий режим можно заранее, во время отчёта перед боем. Уникальная возможность CS-63 позволит танку занимать выгодные позиции в самом начале боя и быстро менять место дислокации по ходу сражения. В ближайшем будущем польские средние танки пойдут на супертест. Их характеристики далеки от финальных. Корректировки будут вноситься вплоть до момента появления новых машин в игре. Когда это случится, мы сообщим чуть позже. А пока следите за новостями и удачи на полях сражений. Прикольно, да? Интересно. Тут более подробно описано про танк, про топовый. Но в целом, короче говоря, на что будет похожая ветка новых СТ-шек? Ну, типа, как я понял, да, это, наверное... Сейчас по Альфе ещё глянем на скриншоте. Но что-то какой-то аналог, типа Т-10 с корпусом от Леопарда. Топовый танк. Конечно, с показателями всеми этими чудными скоростным режимом и прочими всеми пирогами. В целом, это только для десятки, да? Все остальные с девятого уровня вниз до самого пятого. Они будут самые обычные, заурядные СТ-шки. С, наверное, таким типичным, может быть, выше среднего разовым уроном и с хорошими ОВН-ами. Да, давайте почитаем, что здесь пишут в виде текста и картинку потом поразглядываем. Так, польский СТ-10 СС-63. Он вооружён 105-мм. Обычно, да, то есть никакой большой Альфы. 390-й будет. Бронебойный 2-5-8. Обычные цифры. Подкалиберный второй. А, то есть у него бронебойные основные. Подкалибер голда. Голда с таким пробитием чумным. Как говорится, поди-ка ты Маусу, расскажи, что ты хотел бы его пробить. Точность, ну, такая, не особо выдающая. Сведение долгое. Время перезарядки 8,5. Тоже не бог весть какое. Обзор 400 метров. С точки зрения бронирования машина не выделяется. Толщина передних бронелистов башни 260. Да, то есть ББшку отбиваем, голду не отбиваем. Однако, это в основном броня маски. Другие участки бронированы ещё слабее. Корпус 80 миллиметров. Ну, ясно, вообще ни в броне ничего, ничего в нём нет. Ключевая особенность, подвижность. Два режима. Значит, сменив режим, повышается максимальная скорость, которая в обычном режиме 55, в скоростном 70. Ну, 70, друзья, это, во-первых, не 90, не 100, не 150. Это заметно. Но ИС-7 спускается с горы со скоростью тоже там свои 60 км в час. И это, ну, не такая уж прямо мега-мега штука. Мощность двигателя повышается со 740 до 1150. Это необычно. Однако, улучшение динамики в режиме скоростном ухудшает показатели удобства орудия, сильно уменьшая его стабилизацию, время сведения, а также снижая общую незаметность машины. Влияние смены режима в обыщи далеко не финальное, пишут. Не финальное и могут поменяться. Как числовые, так и набор характеристик. В целом, С-63 является классическим средним танком. Машина обладает комфортным орудием, размещенным на подвижной, однако слабо бронированной платформе. И вот здесь более такие подробные все параметры всего на свете. Ну, то есть реально ни брони, ни альфы, ни пробития какого-то сверхбольшого голдой, ни точности, ни стабилизации здесь нет. Че есть? Давай так, че есть? Есть углы склонения орудия. На минус 8 гнется пушка. Это кайф. И есть скоростной режим, который даст тебе возможность гонять со скоростью 70 км в час, как любой другой леопард гоняет каждый день. Имея точность 0.3, имея альфу 420, имея все, что только хочется, не можется. Единственное, пожалуй, чем этот наполяк будет лучше этого леопарда, возможно, броню и маски, или башни, или что-нибудь типа того. Ну, на мой взгляд, на первое впечатление, танк выглядит прямо каким-то, ну, демонстрацией разнообразия, не больше. Какой-то слабоватый. Не думаю, что он хоть какую-то конкуренцию может выдержать, например, тем же леопардом 1, которого апнули так, что прямо уж даже есть куда открутить обратно. Ну вот, ну, посмотрим, посмотрим. Мне больше интересен танк Буги с двумя булочками, котлеткой, на которой мы покатаем когда-нибудь обязательно. Вот такие вот новости, друзья. Будем смотреть и ждать, что будет дальше. На первый взгляд, ну, такое, ну, типа круто, наверное, может быть и нет. Надо, конечно, пощупать, да, по картинкам, по видосам, по этим всем. Особенно, когда разработчики говорят, что все сырое, все еще только разрабатывается, планируется, еще 20 раз поменяется. Ничего здесь сказать заранее нельзя. Спасибо, что посмотрели. Пишите комментарии, что вы думаете об этом всем деле. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и пока. Субтитры сделал DimaTorzok